всех приветствую нахожусь на работе сейчас индиана мидвест хорошая погода прохладненько солнышко золотая осень прекрасно хочу всех вас дорогие флоридианс и south carolina от всей души пособолезновать вам посочувствовать вам насколько это неприятно то через что вы прошли сказать что флорида мы прожили 21 год это большой срок прошли несколько хорриканов включая чарли когда шел чарли хоррикейн не алла позвонила моя дочь и говорит а я работал понта гордо тогда он шел на темпо точно такой вот примерно такой его ход был как вот у вас этот хоррикейн и она говорит дед срочно уезжай оттуда а что такое он же идет на темпо ну подует ветер дождь ничего страшного но он резко повернул направо к тебе туда понта гордо я бегом когда я возвратился назад я ничего там не нашел все триллера все вещи все улетела куча мусора было на наброшено на это место я прекрасно представляю понимаю через что многие из вас прошли и что вы видели этот страх и переживание и теперь последствия жить без электричества все разбросано казалось бы в каких-то несколько минут 15 минут полчаса деревья кусты все посажено все то что выросла вещи какие-то сториджи дом может быть у кого-то разрушен все разрушается в течение короткого времени и я вот думаю насколько это тяжело и неприятно даже видеть просто видеть где-то это произошло но переживать это очень тяжело я хочу вас просто от всей души поддержать пусть бог вам даст силы укрепит вас но вместе с этим вы приобретаете какой-то опыт особенно те новенькие которые переехали вот знаете когда ковид произошел это болячка знаете которую сделали вот и он поражал и в отпуске нельзя было ездить в другие страны и люди ехали все во флориду и все вот смотрят вау какая прекрасная местность можно можно покупать дом и жить но флорида это как и роза вот я смотрю роза знаете цветок роза пахучая красивая но нельзя хватать резко так и флорида с ней надо очень осторожно во флориде есть много недостатков о которых никто не говорит стараются умалчивать и мы с леной уже договорились когда возвращусь домой мы сделаем целую программу о вещах которых за 21 год мы увидели флориде очень неприятные и я хочу вам сказать что если бы вы многие из вас которые переехали во флориду вот знали что такой идет харакейн серьезный то вы могли бы отъехать в сторону куда-то уехать иногда легче сделать это уехать просто переехать джорджию там наверх подняться кентаки теннесси или еще куда-то перебыть это время и не мучиться харакейн тяжелое тяжелое переживание его последствия остаться без электричества все разбросано нужно все восстанавливать но опять же после него может идти другой третий четвертый и ты не знаешь в каком направлении следующие будут идти такое такое неприятная вещь но то чего что что я хотел сегодня сказать вам всем кто будет смотреть эту программу небольшую в чем состоит опасность харакейна и каким образом харакейн имеет отношение к сингхоллам сингхолл это открывающиеся ямы неожиданные на что происходит харакейн проходит он движет очень много воды идет такое наводнение большое и этой же воде потом нужно куда-то деваться и что происходит эта вода просачивается вниз через песок через песок вниз и там где-то на глубине ну может быть 20 фитов 30 фитов от поверхности земли там текут реки если вы мне не верите можете посмотреть на pbs на youtube несколько программ о о реках которые идут в флориде под землей и вот эти реки они собственно собирают эту воду которая от наводнения после харакейна опускается через песок вниз осенью когда идет харакейн период они там бурлят идут потом они уходят и зимой вот этот они с собой тянут этот ил там песок и все и получаются промежутки где-то но может быть 10-20 фитов человек может на полный рост там ходить под низом под землей где-то может быть 20 фитов на глубине и что происходит когда уже там воды нету все сухо земля и песок просыпаются в некоторых местах и вот вы утром просыпаетесь выходите на свою прапортий смотрите на землю а там яма сколько случаев было в бассейне проваливается все вниз там в домах клэрварер флорида мужчина приехал в гости и его положили в спальню там где дочь спала маленькая мужей жены и он там остался ночевать и ночью они услышали крик и выскочили подбежали к его бедруму и вот это бедрум или спальня где он спал вся она провалилась и вот они последнее что услышали этот крик этого своего родного брата он провалился не нашли приехали пожарная служба искали смотрели звали опускали туда все провалилась и ушло и вот синхолы синхолы имеют прямое отношение к хорракейном к этим затоплением воды почему потому что когда вода наконец-то уходит вся в море и она уходит не по поверхности а самое интересное то что она уходит вот там вот на в этих реках которые находятся под землей то там эти промежутки свободные они становятся свободны потом происходят там с трещины и в некоторых местах где трещины там происходит просто завал и я помню мы когда жили столько много мест приезжает служба дорожная заделывают дырки и через время опять дырка и опять дырка в том же самом месте потому что все это проваливается все это проваливается поэтому многие которые переехали во флориду с таким знаете менталитетом а флорида наконец-то куплю дом поближе к водичке заплатим кэш за этот дом взяли домик не взяли инчуринс который дают на хорракейн не взяли другие инчуринсы отключили инчуринсы машины все мы на флориде ритает мы будем отдыхать и тут неожиданный сюрприз и люди в течение 15 минут полчаса теряют абсолютно все то что нажили я представляю какая-то боль и девастейшн друзья мои никогда не отключайте инчуринсы если у вас есть инчуринсы какие любые хоть инчуринс на дом хоть на машину если она уже прошла какой-то держите инчуринсы сегодня у вас все хорошо завтра я вспоминаю у нас был один очень хороший друг и он говорит меня был на миллион точнее не он говорит за него рассказывали на миллион инчуринс и он продал свой бизнес и переезжал на флориду говорит то зачем он инчуринс нужен life инчуринс отключил этот инчуринс и при переезде на ходу заснул в этом трачке и врезался в стоящий трак на обочине и насмерть его друг который сидел сбоку очень сильно пострадал а он насмерть и выключил этот life insurance ровно один или два дня до до этой катастрофы вы знаете нашей жизни может произойти абсолютно любое событие которое мы не ждем мы не знаем но она особенно вот эти вот стихийное бедствие и нету таких штатов которые были бы ну perfect или место на земле в америке нету каждый штат имеет свои недостатки но флорида особо я вам скажу мы там прожили я скажу что флорида особый штат эти хорракейны когда она уже вас ударила то вы уже думаете и red tiny такой страшный и лав баги и fire and и эти как его сэнд флы которые кусают за ноги и жабы и все это уже терпимо почему потому что когда ты в короткое время все теряешь то это уже а еще слава богу что многие жизни потеряли а знаете во время хорракейна можно потерять жизнь поэтому что я вам хочу сказать крепитесь держитесь пусть бог вам даст силы главное если вы что-то покупаете из собственности всегда имейте инчуринсы почему сегодня все хорошо через год два три пять происходит такое событие которое если у вас есть инчуринс вы скажете слава богу что мы имели инчуринс мы сможем начать жизнь по новой а вообще пусть вас бог благословит и хранит и поможет вам выбраться с этой ситуации спокойно в мире не теряйте в мир сердце когда я доберусь домой мы с леной сделаем специальную программу я хочу рассказать за газы которые выделяют everglades во флориде пусть вас бог благословит всех вам благ не теряйте вот это настроение господь управляет нашей жизнью и без его воли ни один волос не может упасть с нашей головы он управляет нашей жизнью бог вас любит всего доброго до следующего раза